Первое в новом году заседание комиссии депутатов окружного собрания состоялось сегодня. Члены постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления обсудили результаты работы за прошлый 2019 год и наметили планы на текущий. В повестке дня заседания постоянной комиссии по государственному устройству и местному самоуправлению собрания депутатов всего два вопроса. Первым делом собравшиеся подвели итоги работы за прошлый год. Так, во втором полугодии 2019 комиссии было проведено 4 заседания. Рассмотрено 14 вопросов, в том числе 13 законопроектов. По результатам принято 11 законов. Примечательно, что не поступило ни одного протеста прокуратуры Ненецкого округа. Что касается планов, то в приоритете работы комиссии – решение проблемных вопросов в интересах жителей региона. Например, снижение стоимости бензина на селе. Мы говорим о бензине, который стоит в сельских населенных пунктах более 100 рублей за литр 92-го. По понятным причинам, в этом не виновата ни администрация, ни собрание депутатов. Это подоксидный товар и, соответственно, налоговым кодексом с 181-й статьей мы не можем субсидировать его никаким образом. Ну а доставка, вы сами понимаете, очень сложная логистика, чтобы привезти бензин в сельские населенные пункты. И стоимость его возрастает до 100, а порой до 120 рублей. То есть 26 тысяч рублей за бочку. Этот вопрос уже обсуждался депутатами в прошлом году. Намечены пути решения. В частности, региональные парламентарии намерены решить вопрос на уровне окружного законодательства. Либо обратиться с инициативой в Государственную Думу. Еще один не менее важный вопрос, который члены комиссии планируют рассмотреть в первом полугодии Нового года – распределение полномочий. Это вопрос по полномочиям, 95-й окружной закон. Это когда были пересбелены полномочия между органами государственной власти и местного самоуправления. Там есть вопросы, которые необходимы, спорные вопросы в том числе, которые необходимо будет решить. Кроме того, Александр Чурсанов отметил, что в новом году одним из основных направлений в работе депутатов окружного собрания станет приведение в соответствие окружного законодательства с федеральным. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».